Я думаю, что каждый человек, освобождается, он не хочет туда попадать. Просто попадая вопрять в ту же реальность, где нет жилья, не понимая страхи, никто не подскажет, что мне делать дальше, как с этим. То есть я думаю, что если бы была такая комплексная услуга, то случаев рецидивов было бы намного меньше. Я понимал, что я не хочу больше возвращаться в ту жизнь, в которой я был. И я освобождался именно с этим решением. Но как начать новую жизнь, я четко не понимал, потому что не было ни профессии, ни образования. И поэтому у тебя вот такой страх перед нижним, сейчас шел дальше. Они чувствуют себя в чем-то изгоями. Поэтому они очень быстро возвращаются в группы, где такие же, как они. И, следовательно, этот путь короче к другим преступлениям. В 2007 году я, еще сам не понимая, чем будем толком заниматься, пошел просто открыл компанию. В начале занимались мелкими продажами, а потом появилась как бы вот так мечта. Слушай, было бы неплохо создать какое-то там производство, что-то, чтобы брать таких людей, как я был сам, которые сталкиваются с такими же трудностями после освобождения, наркотиков и разного родного зависимости, брать их на работу. Я за всю жизнь свою ничего толком не научился делать. Ну, знаете, мне применение было найти, это практически невозможно. Ну, куда поставить меня? Вот если бы я был человеком, который принимает на работу, я бы не знал, куда меня применить, за что мне платить деньги. И вот фирма «Диветра», они меня приняли, они меня научили, они нашли мне то, что я могу делать качественно, развиваться и расти. Я прошла старшировку и обучение на менеджера по металлу. И меня как бы обучили с нуля. Здесь больший коллектив, большинство из рабочих тоже из таких же категорий, как я в прошлом. И это облегчает по-другому. По-другому себя чувствуешь, не чувствуешь себя, что ты какой-то лишний или не такой, как все. Понять таких людей может только человек, который прошел сам эти проблемы. Я даже не знаю, что бы я делал, честно. Вот, чтобы ответить на вопрос, что бы я делал, если бы мне не предоставили эту работу, я затрудняюсь пока что ответить. В любом случае, мы по-человечески что-то ищем и что-то делаем. Но насколько бы это было бы качественно, по сравнению с тем положением, в котором я сейчас стою. Понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok или компании, которые будут приглашать фостры и дешевых, в большинстве концентрации в Муниципе в Чищёнке. Из-за того, что мы не имеем практики, скажем так, привязанных в остальных местах, в других районах, мы видим, что мы не можем сделать практику университета, территориальной. Сейчас это время бизнеса. И не каждый бизнес готов. Они готовы помогать, но не готовы за это платить, допустим. У нас в компании отношение другое. За обучение сотрудников мы платим сами. К сожалению, не все готовы это делать. Не у всех есть возможность, но есть желание. Я думаю, что вот здесь государству нужно есть над чем подумать. Человек тупо не должен привыкать к тому, что он сидит в тюрьме. Никакой адаптации к тюрьме в плане работы с ним не должно быть. Понятно, что надо помочь ему принять тот факт, что он сидит в тюрьме. Но все должно быть заточено на то, чтобы он развивался для жизни среди свободных людей. В принципе, посыл такой. То есть мы хотим дальше делать то, что мы делаем, создавая рабочие места для таких людей. И для этого понятно, что нам нужно увеличивать потенциал, чтобы брать больше людей на работу. Сейчас, конечно, такое время, что не очень это легко, но с Божьей помощью почти получается идти вперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова